всем доброго времени суток сайте на эту королеву надо все успеть 1026 едем на перевязку главное чтоб лапки не передавила маэста королева лежит решили на джипе возить чтобы удобнее было закрываем айс все поехали к светлане все мастер давай поехала дорогие друзья просто не представляете сколько снегу пипец навалило не успевает чистить смотрите вот так есть присяду смотрите на каком уровне то есть забор высотой 2 чем-то метра видите на посмотрите что здесь творится настоящая зима всех с праздником подъезжаем на перевязку дорогие друзья сегодня я вас возьму с собой понимали какой график у меня да есть водителя есть помощники но такую погоду значит что здесь творится такую погоду я не могу доверить не детей не питомцев чтоб кто-то возил приходите все делать самому вот 840 детей в школу старших 930 давидиков садик после этого леди на перевязку эти сейчас привезу с перевязки мастер дальше будет заниматься я поеду на работу с работы в 1430 я должен быть у школы дети заканчивают учебу потом полчаса у них я привожу домой полчаса у них пообедать переодеться и сразу едем в этот как вам на футбол после футбола приезжаю привожу детей они делают уроки а мы дальше заниматься с питомцами то есть что вы понимали не и график такой это к тому что некоторые пишут когда деньги есть легко чтобы заработать эти деньги дорогие друзья вы думаете так просто вот так просто деньги даются это конечно если вы получаете зарплату есть мы пошли на работу в 9 утра пришли в 6 часов вечера и потом еще возмущаетесь я вам покажу сегодня возьму вас с собой поездим сегодня в день проезжают 200 300 километров что вы понимали в средне в среднем а максимум 200 300 километров это если никуда навстречу не надо ехать подальше вы думаете это все так просто но давайте поедем сегодня со мной раз порядок дня мы увидите вы знаете сколько работы делается я все это покажу наглядно и посмотрим что тогда вы скажете конечно сидя дома легко говорить чтобы эти деньги заработать надо пахать как папа карла просто так они не достаются еще снегу выпало что там такую погоду я переживаю дорогие мои я не могу доверить детей водителям водители разные бывают их много было у нас я знаю что такой водитель прекрасно понимаю но одно дело когда ты своими детьми особенно вот такую погоду вчера мы два часа добирались со спорта домой дороги не очищены коммунальные службы походу не успевает чистить не знаю по какой причине они должны принципе прогноз предвидеть не то что предвидеть его увидеть вот красный домик сейчас подъезжаем на перевязку здесь у нас ровно час стать анализа перевязать и дальше поехать следите будьте за мной сегодня весь день когда вы поймете как у меня график надо правильно распределять свой график вот надо мне сейчас сюда заехать вот я подъехал так мы подъехали время 1102 сейчас посмотрим как мадамазель нашим я же тебя просил не грызть ведь мы ей так снизу постелили чтобы было мягко и удобно он сидит королевна все давайте я забираю все на руках делается дорогие друзья сама не ходят все на руках туда и обратно на ручках на ручках пойдешь на ручках пойдешь все чумаза измазалась ну все давайте заходим времени не так много ну что мы на процедуре тетя ты чё это что за мерседес принесла дорогие друзья вы смотрите машинка вот цвета горит но я вот все эти тоже предложил сейчас я говорю свет давай вот не такую длинную давай я вот так срежу вот так мишка а папе поешь пожалуйста своими руками вот как так будет намного удобнее нет не так не так не так не так вот тогда вот так лишнее всегда смогу срезать это нужен ножик такой строительный это это же это же не ковер слушает миш вот так отрезаем задний ты поняла до свет задний лапы сюда я снизу подлезаю потому что свет так неудобно будет такой длину не если бы у нее четыре лапы не держали под то да а сейчас видимо тоже мозги работают да все углы есть сможет убери углы пожалуйста да мне вот одному вот просто сделать чтобы не она кушать хотела раз потом я и расслаблю эту штуку дай миши вот так вот так же будет миски сама подходила до чтобы я она понимал что и не больно высота цепь есть свободная да вот она она но я самое главное чтобы она не привыкла к этого свет так это не цеплять миш просто вот тогда регулируется ножки высота как регулируется здесь а с этой стороны даже все отлично да все и ниже правильно все а вот да вот они вот они все спасибо а то света посмотрел как я мучаюсь миша вот возьми и занимаюсь ты не обнаглела ты не обнаглела не отворачивайся цветы знаешь а чуть отошла повязка я тоже высохла в комментариях а ты как записано то нет нет я думаю я пойму я понимаю честно свет я вообще не успел на комментарии ответить знаешь почему так мимолеты я у меня график такой сейчас утром дети в такой погод потом спорт ну во первых там есть какой-то человек который пишет что да слушай она лучше прям пытается вставать уже переворачивается она так ползком-ползком а сейчас наличью поднимается смотри как она смотрит на значит во первых после такого длительного обездвиживания она была обездвижена почти 10 дней у нас собаки реабилитируются спинальники при межпозвоночных грыжах при пережать и до нервных отончаний при спазмировании собаки обычно реабилитируются не раньше чем через 20-30 дней то есть в течение месяца поэтому сейчас ожидать что она там куда-то вставить и лежит сама и так раньше ну бессмысленно такого не бывает потом мы не знаем опять же какое количество нервов было пережато эпидематомой и как длительно потому что однозначно что у нее воспаление в спине началось сильно раньше того как вообще к нам приехал вот я как минимум знаю твоим рассказом что это уже четыре дня ее такого состояния больше будет вот и так еще какое-то время до этого то есть у нее уже проблема ухудшения инновации была давнишняя и это происходило постепенно и и даваться ухудшалась постепенно поэтому в каком состоянии находятся сейчас нервы которые управляют мышцами задних конечностей и двигательной системы задних конечностей никто никогда сказать не может и не сможет это невозможно обследовать таких исследований не проведешь поэтому то что у нее динамика положительная есть она правда слабая к сожалению но она есть вот она уже встает приподнимается сама как-то пытается она крутится на более увереннее стало вот более увереннее стало это все постепенно происходит но месяц месяц точно если не больше да и и возможно больше до какого-то до какой-то ремиссии может быть окончательно она вообще не восстановится так как она бегала раньше вот нам главное чтоб она вообще начала ходить сама сама ходить в туалет и и хоть как-то терпеть вот это основа у меня на выставке не ездить на спорт не ездить да поэтому вот поэтому тут вообще вопрос не про это слушай хорошо дайте задам вопрос подожди сейчас я сразу скажу сразу по поводу воды ну как на люди должны голову включить в конце концов какая вода со швами я просто даже меня даже просто я даже не знаю я говорю я удивляюсь я уверен что это пишут дети потому что взрослый человек такой глупость написать не может какая реабилитация в воде и вообще какая может быть активная реабилитация пока не сняты швы реабилитация может быть пассивная либо мягкая любая активная реабилитация может привести к воспалению швов швы воспаляться опять начиная сначала мы никуда не продвинемся поэтому на мой взгляд лучше подождать 10 дней снять швы чтобы все было хорошо со швами и потом начать уже нормальную активную реабилитацию чем заново все это повторно я надеюсь что это дети пишут потому что взрослый человек такой нет пока у нас швы причем у нас например если все будут приводить опять же будут приводить в пример спинальников слушайте я 10 лет работаю со спинальниками реабилитации я могу сказать что там все упрощается одной простой историей доступ к позвоночнику при межпозвоночных грыжах или операциях на позвоночнике происходит сверху поэтому когда мы реабилитируем собачку мы имеем возможность взять ее под ножки под ручки под животик значит мы не наносим никаких болевых значит никаких болевых моментов когда берем за бачка собаку потому что снизу кожа может натягиваться сколько угодно когда мы леди у нас шов находится внизу причем у нас внизу находится два шва значит брюшинный шов один и второй шов внешний шов и когда мы трогаем собаку в этих местах причем в любом месте около шва мы можем тянуть ткани ей элементарно может быть больно вот она переворачивается легко сейчас переворачивается ты знаешь не хочу говорить после каждых занятий я на следующий день вижу результат боюсь что-либо говорить да каждый раз вижу результат так и будет так и будет просто это все растянется на какое-то время вот поэтому этим еще реабилитация осложнена дальше физически ей неудобно вот эта повязка на полке без которой мы пока не можем пока у нас полностью не будет значит не зарастут не восстановится все ткани да я хотел бы тебя спросить что ты имел в виду по тем что мы не можем исследовать нервы мы можем привести март нервных волокон нервных окончаний последить их в путь если бы так было все просто мечтал вообще уже давно никто не не все сидят и заставились очень быстро но у собак таких исследований не проводится у людей может быть есть такое может быть а точно есть и активно используются нервы да только вот у собак никто таких не ставит диагнозов ну по крайней мере никто еще все приходили с диагнозами межпозвоночной грызь ко мне причем даже межпозвоночной грызь очень часто вообще не было и никто не знал почему и от чего у собачек не двигаются ноги какие там нервы не работают и так далее все это происходит к сожалению методом тыквы ну на собаках это все люди добрые могу вам задать вопрос вот скажите пожалуйста вот у собаки есть какие-то симптомы то есть собачка ударилась лапкой обо что-то она начинает хромать естественно мы начинаем понимать что собака травмировала лапу да ну это если мы видим траву да вот смотри в данной ситуации с леди как это начиналось ее винали и подписчики писали что она там прихамывает на задней лапе порода хрустальная ты знаешь она постоянно билась и до этого это не с головы я выдумал и до этого было так что она куда-то ударится потом пару дней похромает и все мы сейчас как человеку это понять что у него внутри это а не снаружи что-то произошло вот допустим камера нет ни у кого здесь у людей же не везде камеры есть я только исследование обследование обследование компетентный специалист который доведет на мысли обследует исследует анамн задаст вопросы и будет разбираться с этим только опыт только опыт и насмотренность большого количества животных а если у меня нет у людей нет опыта такого а скажи пожалуйста как часто на практике вот мне говорят надо было УЗИ делать надо было я вот первый раз слышу что так часто надо собачкам делать УЗИ МРТ она ударилась где-то понимаешь если ты видишь что собака себя не очень хорошо чувствует самые простые самые простые методы исследования объективного это анализы крови и УЗИ это самые простые ну как бы вообще абсолютно доступные и по деньгам ну вот давай в мою ситуацию сделали все отлично сказали ну нет в твоей ситуации к сожалению там множество ты не ходишь ты же хотел оставить это для интервью не 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 это мастер я на этом и останавливаюсь объясню почему вот в моей ситуации я взял ее как мне сказали повез мне сказали все и дело нет подожди во первых ты повез ее 31 числа да значит уже она была уже в состоянии болезни какое-то время находилась и самое плохое то что применялся дексаметазон он смазал картину это что же врач сделал ну него не это не важно важно ты спрашиваешь почему не увидели на исследованиях ничего дексаметазон то же самое даже например если были увеличены лимфоузлы у нее дексаметазон мог эти лимфоузлы уменьшить и например на узи когда это узи делали в беладони могли увидеть небольшое увеличение лимфоузлов где у тебя там написали лимфоденид первый раз первый раз типа не критически и собственно говоря не обратили на это пристального внимания по большому счету нужно было делать исследования до применения дексаметазона до применения вот тут основная история вот я сейчас отвечу на твой вопрос что надо делать если вы видите что в собаке что-то не так прежде чем колоть любые препараты надо сдать анализы крови уже понятно любые вообще любые какие угодно препараты сначала надо сделать обследование потом делать препараты потому что препараты всегда смазывают картину всегда потому что они останавливают процессы там каждый препарат свои дальше уже когда вы приходите к врачу после того как вы сделали препараты но не сделали какие-то обследования вы должны сказать врачу какие вы сделали препараты чтобы врач зная как эти препараты работать и по тому какую картину он видит мог предположить чего он может не видеть все остановись дальше рассказывай это на интервью оставляй все я понял дорогие друзья почему я задал вопрос я это уже понимаю прежде чем когда вы видите что с вашей собачкой нехорошо сразу же давайте анализы везите на узи а если вы сделали какой-то обезболивающий укол да обезболивающий укол сделать то обязательно врачам скажите надо сказать а все остальное более подробно что происходило как происходило какой укол почему не нужно было это вы увидите в большом интервью данный момент у нас не интервью мы приезжаем на перевязку и максимально Светлана с Михаилом делится и рассказывает вам то или иное а более глобальное с подробностями там каждую минуту на каждый сантиметр что происходило как происходило вот этот молодой человек очень сильно к этому готовится и вы будете очень довольны этим результатом в жизни вы знаете мы ни от чего не застрахованы в жизни у всех все может быть я тоже не ожидал что у моей собачки может быть так но произошло не паниковать а наоборот обучаться может быть наши вопросы как мне профессионалов звучат глупо когда мы задаем я тоже кучу глупых вопросов да касаемо своего направления я не задам глупых вопросов но касаемо о вот этого все я могу задать кучу глупых вопросов но любой нормальный врач понимает что ты переживаешь за его питомца и тебе не пытается ясным языком как я говорю человеческим языком то есть не медицинскими терминами а нашими людскими терминами объяснить и разложить. Вот видите, начали пониматься. Поэтому мы с вами делимся. Дождитесь, пожалуйста. Я как начинаю, что-то со света разбитываю. А что дальше? А что дальше? Дождитесь, пожалуйста. Вы все узнаете. Всем спасибо большое. Сядь, что за анализ мы берем? Клинику берем. Клинику? Да, и берем кое-какие показатели биохимии. Ну, хотя бы вот эти вот СГС, вочную фосфатазу, КФК посмотреть. Что-то тебе не понравилось, да, в анализах? Нет, нет. Нет, почему? У нас как бы анализы же с самого начала мы брали, мы контролировали анализы. У нас там была определенная динамика. Ну, и, соответственно, эту динамику надо контролировать. Положительная она и никакая. Отрицательная. Миша, давай. Миша, а ты что без перчаток собаку гладишь, Миша? Ой, я ей пробирки еще без перчаток даю. Да ты что, Миша, ужас. Как? Ужас какой. Вот как можно, почему Миша говорит, собаку без перчаток держит? Ну, скажи, иногда прикольно почитаем. Да, я не знаю, потому что мы дома, а не в клинике. Ну, это уже 25 раз сказал. Мы, конечно, соблюдаем правила асептики, антисептики. Мы все моем, мы уэфим, мы стерилизуем, мы моем инструмент, мы подкладываем все, чистим и так далее. Все это все делается. Но, в целом, у нас здесь нет такого большого потока различных животных, в которых, ну, после которых могли бы быть какие-то заболевания. Потом к нам с острым инфекционным процессом приходил только ты. Тогда. Да. Ну, и опять... Я могу, дорогие друзья, в любое время суток сюда приходить. Потом, мне там еще, извините, я сейчас скажу, потому что меня прям реально возмущает это. Народ там, некоторые пишут по поводу того, что мы там с тебя денег каких-то зарабатываем непомерно. Я не читал. Да, а там есть некоторые комментарии. А ты им сказала, что ты второй дом за счет меня строишь? Мне не сказала. Ага, в 5 яхт, который в Карибском море плавает. А яхта стояла там. Миш, где твоя яхта, Миша? Была. Дорогие друзья, считать чужие деньги очень некрасиво. О, смотри, вот это. Помнишь? Аллай достала, да. Сначала была коричневая. Дай я покажу тебе. Да, и, кстати, хорошо течет. Хороший. Помнишь? Дорогие друзья, помните, такая вишневая кровь была? А сейчас посмотрите, какая она алая-алая стала. Да, кстати, да. Там даже у нас было. Да. Какие взаимоотношения у меня финансовые есть, нету, что у нас, кого, каким боком это касается? Просто вот говорят, что мы типа растягиваем специальное лечение, чтобы себя... Это они меня видеть хотят почаще. Два комментария, понимаешь, мне написали. И ты обратила внимание на два этих комментария? Нет, ну как, я все читала. О, Светлана, когда... Да, просто я их почитала, поэтому, естественно, обратила... А что с вами будет, когда вы заведете свой влог? Нет, я... Мы привыкли. Привыкните? Я вам дам иммунитет, я поделюсь иммунитетом. Придется привыкать. Все. Семнадцать. Семнадцать, да? Он поднимается к вам. Ага, хорошо, спасибо, Мурат. Ты тогда все это снеси к двери... Светлана еще делами занимается, отключусь, потом отключу. Свет, с утра Ювенале, когда делал процедуры, он замерил, температура была 39. Огонь. Это просто сказка. Да, мы тоже радуемся. Каждый раз замеряем уже... Просто сказка. Потому что, опять же, чтобы все понимали, у нас кроме антибиотикотерапии, больше никаких других препаратов мы сейчас не применяем. Сколько сейчас температура? 38,4. 38,4. Да. Тридцать, Тём. Да. А это ты... Вот, по-моему, в комментариях. Что там пишет? Да. Человек пишет. Вы очень доверчивый человек. Мне пишет? Да. И спасибо, что даете людям заработать. Нет, нет. Там было... Может быть, от этого... Я просто их не читаю, кто это пишет. Вот. Там было прямо написано, что я специально дотягиваю лечение, вот этой раной наколки, чтобы с тебя больше денег заработать. Как ты мне нравишься вот такой. Подожди, Миша, ты мешаешь. Подожди. Она прям такая злая, прям такая прикольная становится. Прям вот... Тебе не все равно, кто пишет. Они просто не понимают... Я разогнила сейчас. Свет. Они просто не понимают, что я когда приезжаю сюда, вы мне еще за это платите. Я же не хотел секреты раскрывать. А вы взяли, раскрыли. Дорогие друзья, некрасиво считать чужие деньги. Если у вас есть свои, считайте. Если у вас нет своих денег, считайте, то попытайтесь их заработать. И посчитать. И будет хорошо. Здесь огромнейшая моя просьба. Мало того, моя с нового года этим людям я покоя не даю. Они со мной на ногах, а вы пишете такую вещь. Да, вообще-то говоря, у меня все дела стоят мои. А там за этими делами миллионы и миллионы у Светланы. Миллионы. Миллионы. Ой, Света, Света. Надо же такое сообщение найти. Миша еще запомнил его. Нет, так она попалась. Мы это сейчас читаем почему, потому что... Да, ну чтобы отвечать на вопросы. Да, чтобы собрать на лечебный... Это ваша ошибка. На ответы. Нет, нет, нет. А, знаешь, почему ошибка? Вопросы по собрать. Чем больше вы будете обращать на такие сообщения внимание, они будут писать про это. И просто попалась на глаза, во-первых, а во-вторых, вот и посмотрим. Так, я пойду сейчас, я быстренько приду, сейчас, и тут там не надо рассчитать. А пока, тут еще был комментарий, ну и несколько комментариев на самом деле, по поводу шва. По поводу шва, так, вот человек пишет, я видела хорошие швы, и после снятия дренажа не надо заливать крем. Просто обработать спрея на основе антибиотиков, он подсушивает, предохраняет рану, затем может появиться корочка, и так далее, и так далее. Вот, так, это вот один, и тут же отвечают, что, так, 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 ну, отвечают, что Светлана, да, расковыряла рану, что не надо было там ничего делать, шов был хороший, шов на самом деле был хороший сам шов, но ткани были некротизированы там, где швы, соответственно, держали, держали ткань. И, естественно, они разошлись. Это не Светлана расковыряла рану, не раскрыла швы, это рана сама себя... Света же объясняла. Это мертвые ткани, если объяснить русским языком, это мертвые ткани, которые не будут держать шов, поэтому их очищается, Светлана очищает их пинцетом, каждый шов, каждую штучку. Потом, правильно же говорю, да, Миша? Да, все правильно. Потом замазывай, смазывай, это нормально. Я просто еще не очень говорю хорошо, потому что мне приходится думать еще одно. А ничего, у нас такое... Не привык это делать, говорить и думать. Либо говорить, либо думать. Не-не-не, Миша, у нас чем мы отличаемся от других, мы говорим то, что думаем. Если мы ошибаемся, нас поправляют, мы извиняемся. Если мы правы, люди от нас чему-то обучаются. Вот, поэтому... У нас живой канал, понимаешь? Потому что рана разошлась, сама швы разошлись, просто удалили те швы, которые уже не держали, то есть, которые были неэффективны. Они просто торчали и гноились. Да, эффективные швы остались, естественно. И постепенно... Еще по поводу засушивать рану. Вот, то есть, говорят, засушить. Засушить, она покроется корочкой и плохо будет нарастать новые слои эпителия. То есть, кожа будет не полностью... То есть, будет больше шрам, чем если создать влажную, антибактериальную, но удобную для прорастания эпителия среду, что делается вот этими полосатыми, полосатыми такими салфетками специальными, которые накладываются, по ним нарастает эпителий. И шрам становится не очень большим. Вот, собственно говоря, все разницы. То есть, подходы разные. Можно и так, и так, но в одном случае просто будет меньше кровоточивость, быстрее заживление, заживление, а в другом случае просто больше кровоточивость, медленнее заживление, больше шрам. Ну, то есть, ну, результат будет, то, что кожа все равно закроется. Ну, вопрос только в последствиях. То есть, в одном случае побыстрее, в другом случае помедленнее и похуже. Ну, и все. Ниш, материал у тебя хороший готовится на большое интервью? Интересно? Ну, да. Интересно, да? Поучительный будет. Интересно. Мне тоже было интересно это все собрать. Да и доктора сейчас, которые в этом участвуют, они, знаешь, вначале так потихонечку, а сейчас уже прям активнее, активнее там, потому что, ну, говорят, ну, как так? Да? На такую собачку столько всего. Дорогие друзья, помимо того, я там вам секретик открою. Миша, прежде чем что готовит, он разговаривает со всеми врачами. В этом интервью будет задействовано, ну, не то, что они сами будут задействованы, с их слов, с их практики будут задействованы около шести или семи врачей. То есть материал готовится очень такой серьезный. Дай Бог, чтобы он вам в жизни не пригодился, а кто столкнется, уже будете понимать, о чем идет речь. Так что ждите, ожидайте, а пока мы ездим на перевязки, тоже готовимся, что-то вам новое рассказываем, интересное рассказываем. Если где-то что-то мы не так сказали, поправляйте, пишите. Будем рады ответить на ваши вопросы. Видите, с ваших комментариев и происходит диалог, разговор в дальнейшем. Всем спасибо. Дорогие друзья, я на работе. Здравствуйте. Мне надо успеть, мне надо успеть, знаете, как, чтобы я в 16.00 уже детей, дети были в лужниках на спорте. То есть, вот такой у нас график, чтобы вы понимали, кто там любитель поумничать. Все, мы помчались работать. У меня есть два полноценных часа, а потом еще все на дорогу. Всем спасибо. Красота. Ну что, вот пришел, время 14.39. Вы еще какой-то турнир выиграли в школе? Да. С каким счетом? 6.1. 6.1. Еще турнир выиграли. Все, а мы поехали домой, у нас 25 минут и на тренировку. Короче, мне до меня он все равно жестко сбежал. Вот, рассказывать, слушайте. Он мне нанесло, что помогло. Но талит не зафиксит поедал. Мы на месте. Время, 15.52. Ну, чуть попозже тренировочка начнется. Потемнеет. Вот такой закат красивый. О, Виталька пошел, серый уже разминается. Так что, вот так вот у нас, дорогие друзья, каждая минута расписана. Я понимаю, что их водитель может привозить, и они сами могут приезжать, но одно дело, когда ты на тренировке за всем контролируешь, следишь, а потом обсуждаешь своими сыновьями, как и что сыграли. Ну, не с точки зрения профессионала, а с точки зрения любителей. И как нормальный отец, желающий своим детям хороших результатов, всегда анализируешь, обсуждаешь. Это намного важнее, когда просто для галочки люди отправляют своих детей на спорт, якобы они занимаются спортом, и все заняты своими делами. Это не так, дорогие друзья. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок добился результатов, ты должен контролировать весь процесс. Весь процесс. И, естественно, это зависит не только от одного родителя, от двух родителей, от мамы и от папы. Так что, чуть побольше сниму их тренировочку. Пока мальчишки занимаются, отошел. Красиво тут. Еще полчаса, полтора часа. Посмотрите, как красиво. Как они позанимаются, им надо обязательно поесть. Вот сюда я прихожу заранее, за полчаса. Покупаем горяченькое. Энергии уходит много. И они выйдут, и покормлю их. Машине. Знаю, что вам нравится. Смотрите, какая красота. У меня уже готово. Все, побежал кормить их вкусно. Кстати, я забываю вам показать всегда. Меня это научили в детстве даже. Да, в детстве. Когда на морозе моете машину, чтобы не запотевали стекла, всегда выезжаете с мойки. Вот у нас здесь просто все удобно. И мойка, и поесть на 5 минут, 7 минут. Оставляете все открытыми. Двери, багажник, можно и капот. Все изнутри продувается. Резинки не мерзнут, не прилипают. Я давно этим пользуюсь. Очень удобно, когда сам на мойку еду. А пытаюсь все успеть. Знаете, пока дети занимаются, раз, машину на мойку. Чтобы и чисто было, опрятно было. вот так открывая двери, 5 минут все продувается. Резинки не мерзнут. И дальше эти стекла не запотевают. Это кто у нас на севере живет. Возьмите себе это ноу-хау. Не ноу-хау, это какой ноу-хау? Я уже лет 15 так пользуюсь. Вот видите, все обдулись резиночки, ничего не будет запотевать. закрыли. И сейчас пойду вам покажу тренировочку. Тренировка полным ходом идет. Время 17.07, еще 23 минуты. Вон Сережа. В черный такой насчет. Где Виталька? Вон Виталька. Ребята готовятся к турнирке играм. Выходные в воскресеньях игры каждый день. Тренировки, дорогие друзья, по полтора часа, чтобы вы понимали. О, Виталька. Вот он. в этих салатовых или голубых гудцах. Серый на той стороне. Я же комментатором стал. Вы просто не представляете, как вот стоишь, вот прям реально переживаешь. Еще когда сыновья играют. В школе отличились, заняли первый год. Виталька. В школе заняли первое место. Вот он стоит. Он меня не видит. Я сейчас увидишь, что я снимаю, он начнет ворчать. Вот второй серый, белых бутцах. В школе заняли первое место в турнире, в футбольный турнир у них тоже шел. если успею, в видео приложу. я там тут их снимал. Смотри. Да, они высокие. Серый у нас в нападении играет. Виталик в защите и в полузащите. Вот так. Виталик прикрыл мяч, чтобы не добили. Тренер какие-то указания дает. Дорогие друзья, выходных нету, чтобы вы понимали. С понедельника по пятницу они играют. Суббота и с Ксени у них тренируются, а суббота и с Ксени у них игры. Вот он, что-то тренер Виталику видит и дает указания. Тренера пока довольны в новой команде. их игрой довольны. Пока нареканий нет, но вот он, вот он. Пас брату дал. Вот так вот у нас проходят дни. Ну, очень интересно. Мне нравится такой график. Мне очень нравится. Я не представляю целый день сидеть там на диване. Слава Богу, у меня есть такой помощник как Ювенале. Это просто душа и сердце, как говорит, когда ты знаешь, что все дома спокойно, ты можешь заниматься своими делами и работать. Параллельно естественно звонки, рабочие. Ну, ты знаешь, что Ювенале дома, все в порядке, можно спокойно действовать. А если не будет такого помощника, это, конечно, попа полная. на улице минус 5 градусов мороза. Но это нормально. Они и минус 20 занимались. Вы видели. Я показывал их в шорцах, оставлял их в снегопады. Тут поле у них подогревается. Условия, конечно, лучше здесь. Ну, и уровень, конечно, другой. Но все зависит от них. Я не хочу, знаете, как многие говорят, там можно в тот клуб, в этот клуб. Я не хочу так устраивать куда-то, а потом сидеть на диване и позориться, когда твои сыновья сами заслужили, перешли, заслужили, перешли. Все, только так. Потом, знаете, есть некоторые игроки, когда, знаешь, фамильные игроки в таких топовых клубах играют, просто сидят на банке, как ребята говорят. Или просто, ну, вы сами понимаете, о чем я говорю. Не, я так позориться не хочу. Смогутся. Но в приоритете, конечно, учеба. Плохие оценки будут, сразу про футбол забывают. Это строго. Они знают. Поэтому там у нас и бабушка, и мама. Они очень плотные. Мама не только уроки, мама еще и на футболе здесь прыгает. Как-нибудь, дорогие друзья, на какой-нибудь игре, когда вместе поедем, я сниму, как со стороны, чтобы Аня не видела, как она болеет за сыновей, переживает. Такое ощущение, как вот сейчас она выбежит на поле и сама забьет гол. А потом, как-нибудь скрыто сниму, как она мальчишек учит играть в футбол. Просто, как она советует, что надо делать, как надо в этот момент делать. Но я вам скажу так, они прислушиваются, знаете. Аня так это, возмущенно это говорит, мне нравится. Как-нибудь обязательно, обязательно для вас засниму эти эмоциональные моменты в шорт. Надо, кстати, какие-нибудь приколы с Аней поснимать скрыто. Это просто, знаете, как сейчас говорят, хохма. Сниму для вас как-нибудь, сниму, посмотрите. Родители тоже стоят тут, все переживают. Не только я один такой, дорогие друзья, чтобы вы понимали. Ну, давайте покажу их здание, где новое. Ну, все, пусть позанимаются, а то сейчас ворчать будут. Вот. Выходишь, это в Лужниках, это их поля, вот здания. Здесь у них собрание проходит, раздевалки у них тут. Туда на территорию нельзя проходить. Сейчас я вам покажу. Здесь только тренера и игроки, вход строго запрещен. Сбоку у них здесь тут кафешка хорошая. То есть, когда время есть, я могу присесть в кафе и поработать, и покушать, потому что, ну, не успеваешь он раз. Вот как называется их клуб. Вот. Сюда проходишь, дальше туда нельзя. Более ста лет этой академии. Клубная лига. Первая лига. Парковочка. Своя парковочка. Конечно, когда уровень клуба высокий, здесь все условия есть. вот сбоку кафешка, вот что вы видели. Адрес, где они занимают. Вот парковка. Родители припарковываются, выходят. Видите, укронки стоят, дальше проходить нельзя. На поле нельзя тут выходить. Вот такая удобная, комфортная парковочка. Вот основной студион Лужники, самый большой в России, самый основной в России. Вместительность 90 тысяч человек. Вот он, Лужники. Мальчишки тут будут играть, дай бог. И вам тоже будет интересно. С молодого возраста вы за ними следите, смотрите. Дай бог, если пробьются куда-то, тоже будет интересно вам смотреть и болеть за футбол. Надеюсь, как-то изменится наш футбол. Аккуратно. Видите, здесь тут очищено. Кто-то с водителями, кто-то своим, входом метро тут тоже есть. На такси приезжают. Так что, дорогие друзья, сейчас мы заканчиваем. Мальчишки идут домой. Они сразу после футбола учат уроки, но завтра суббота. Они отдыхают. Суббота, а в воскресенье у них игра. А мы пойдем будем заниматься, следить то, что нам дало света. Эту коляску будем пробовать, заниматься, стараться поставить эту девочку на ноги. Не отпускаем руки, ни в коем случае. Работаем. Работаем и трудимся. Все. Максимально для вас постарался сегодняшний свой день заснять, зафиксировать, чтобы вы понимали, что не все так просто. Просто когда мы не ноем, мы не плачемся, а с большим удовольствием реализуем то, что нам дано, и сами, не то, что выдумываем, а сами себе ставим задачу и выполняем эту задачу. С большим удовольствием проходят дни, они не скучны, а вечером за семейным столом обсуждаешь, разговариваешь с детьми, они уже взрослые. Очень интересно проходит, дорогие друзья, потому что дети это наше все. Чем больше вы их в них вложите, не для галочки, а реально вложите, будете общаться, тем больше вы получите результат, тем лучше результат вы получите. Находите время для своих детей, не ставьте галочки, они ни к чему. Тем более сейчас много есть возможностей. Всем спасибо. Друзья, смотрите, тренировка закончилась 17.30, сейчас время 17.52, время в пути 1 час 24 минуты, надо додумать. Серый идет, сейчас Виталька, сейчас вот их покушать. Сына, где Виталька? А? Идет. Вот и второй идет. Прям ровно вышел 18.00. Представляете, да, ехать? В 15.00 выезжаешь. Здравствуйте, здравствуйте, молодой человек, вы все обсудили? Да, все задержался. Ничего страшного, бывает. Вам таким знаменитым игрокам можно задерживаться. Хот-доги, молодой человек. Руки вон там, салфетку возьми. Я только машину помогу, я тебя сейчас убью. Что ты сделаешь? Ниже ногу спусти. Вот так, молодец. Ох, что? Салфетки протираем руки и вперед. Поехали с Богом. В 15.00 выезжаем, в 16.00 на тренировке. Смотрите, трудовые мозоли. Покажи, что все видели трудовые мозоли. Смотрите, вот так у нас проходят тренировки. Ничего, крепче будешь. Потом девки будут толпами бегать за тобой. Пока мамы нет, разговариваю. Фотографии получил. Все, дорогие друзья, мы едем домой. Ну что, дорогие друзья, время 19.45, мы дома. Дети, нагадил и рядом лежишь. Так, сегодня этими хундунками пользоваться не будем. Пусть она отдохнет. Завтра 10.00 я ее должен отвезти на перевязку. Ей сделают перевязку. Мортик, что ты, внимание хочешь? Давай, внимание. Давай, внимание хочешь. Погладь. Что тебе, ты опять куда-то воткнулся? Да? Какой не воткнулся? Пусть она сегодня отдохнет, не буду трогать. Посмотрите, как он внимание хочет. Дима и Слятки. Ты не даешь к ней подойти? Нельзя к ней подойти? Леди? Нельзя. Не дает, представляете, подойти к ней. Ну, можно я к ней подойду? Можно я ее поглажу, лордик? Посмотрите, как он будет сейчас мне мешать. Смотрите. Смотрите. Смотрите, препятствия. Ну, дай ее поглажу. Ну, да, она болеет. лордик, ну, дай, ну, пожалуйста. Не наступай на нее. Отойди. Ну, оставь, лорд, дай поглажу. Привет, девочка. Привет, девочка. Привет. Лордик. Ой, молю, одесса, моя девочка. Отдыхай. Отдыхай. Еще, света сказала, знаете, что, из-за этой штуки она может просто капризничать и не ходит. А мы завтра попробуем на этих ходунках, попробуем лордика по размеру. Ну, они плюс-минус там 10 сантиметров разницу. Попробует. Вот так вот, да, дети? Что, дорогие друзья, тогда пусть сегодня отдыхает, не будем ее трогать, мучить. Объясню, почему, потому что завтра 10 утра перевязка, поэтому не стоит сегодня делать. Мы просто сейчас помассажируем ей. Вот я только пришел, сейчас ей помассажируем, ножки помассажируем и все, только на массаж. Ходить не будем, дергать не будем. Пусть ранка заживает. Читаю ваши комментарии, просто пока некогда ответить, понимаете, по какой причине. Вот она, легла. Настроение хорошее, движение резкое, бодрое. Решаем вопрос, даем кучу анализов, вы не думаете, что мы анализы не даем. Ну, и поймите правильно, я не все могу вам рассказывать и не хочу все рассказывать. У нас тоже есть, правильно, какие-то мысли, какие-то домыслы, мы это тоже делаем. Все подряд тоже не могу показывать, рассказывать. Это не хочу показывать свою легкомысленность. Утвердиться, делаем, с разными врачами общаемся, неврологами общаемся, поверьте мне, и очень много врачей задействовано. Вы только смотрите картинку, я же вам говорю, я вам показываю всего лишь 25%, как вы это не поймете, а? Я же не могу вам все показывать и говорить. Я знаю, переживаете, поэтому показываю. А если бы не мои дорогие подписчики, преданные подписчики, естественно, я бы все это не показывал. Еще надо находить на это время, еще объяснять, а потом, что-то какие-то глупые смс-ки. Умные, понятно, еще глупых-то иногда больше бывает. Поэтому, дорогие друзья, вам всего лишь показываем 25%, поймите правильно. Чьи глазки такие, пуговки красивые. Морда грязная, опять замазался, как у них, а? Так что, вот так вот, всем, спасибо. День провели практически со мной. А вот и железный маэстро. А то люди соскучились. Я говорю, слава богу, маэстро есть, хоть успеваешь. Я сегодня заснял маэстро, где я был, по времени, сколько всего. Надо обязательно. Да, показать, чтобы люди понимали, что у нас график такой плотный. Посмотри, не дает мне к Леди подходить. Прикинь, маэстро. Посмотри, не дает. Хочу к Леди. Викуля, здравствуйте, Викуля. Все, Вик, ты уже попала в кадр. Маэстро, ты пробовал в этих худунках? Пробую. И как? Она не стоит, а ходит. Проваливается куда? Ну, так. Сейчас вам поставим, посмотрим, куда она. Поставим сейчас ее самку. Поставим? Посмотрим. Думаешь? Лапки, да? Ну, Михаил сказал, что она слабая. Да, она еще слабенькая, еще кое-какие анализы издали, маэстро. Не хочу об этом на камеру говорить, там с врачами тоже разговариваем. завтра 10 утра опять повезу ее на перевязку. Света перевяжет, потому что ранка тоже заживает, посмотри. Она сходила сегодня, маэстро? Ты обратил внимание, когда она ходит в туалет? Когда она начинает на месте крутиться, значит, она в туалет. Света знаешь, что говорит? Это уже хорошо, говорит, сигнал идет на мозг, что она хочет сходить, потому что, не дай бог, она не чувствовала бы, вот это было бы плохо. Ну что? Потихонечку посмотри на этого, везде. не дает ни с кем погладить, никого погладить, а? Не, в первую очередь его надо. Да. И сейчас родины потом идут. Посмотри, как она голову поднимает, когда все она понимает. Лорд! Лортик, иди сюда, лорд. Он прямо на этой дорожке с этими картинами хорошо смотрит, да, маэстро? Как будто где-то в замке находится. Что он там? А что ты хочешь? Ты это и шоколад принес? Нет, это для леди. Это для леди? А что это? В мясном. Это добавок. Давай, давай, давай. Давай. Смотри, обидеться они не будут. Давай, давай, дорогие друзья, Вика тоже пытается растормошить ее. По две ложки вот такой. По две ложки. Да. Две больших ложек. Хорошо. А положи один поближе, Вик. Один поближе положи, да. Пусть распробует. Один чуть дальше. Давай, закрой, это неприятно смотрится вот здесь кусочек. Смотрится. Красиво. Давай, давай, поднимайся, поднимайся. Поднимайся. Вот. У тебя целая виска. Давай. 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 Давай, давай. Вика, а раскидай вот эти кусочки в разные места. Чувствуй, видишь это запах. Давай, давай. Иди ты. Не, не, ты положи в разные места. Вот сюда положи, Вика, раскидай их. Один поближе чуть-то. Да, да, да. Во, 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 во. Вот так. Да, да. Давай, давай. Давай, давай. Смотри. Чуть-чуть. И знаешь, еще момент, они же охотники, просто кидай, кидай. Вот так кидай. Да, вот так. И как? Тогда я зачем младываю? А? Нет, есть, есть. Я их это самое положу. Не, не, там куски есть, маэстро, нормально. С этим подливкой, вы что делаете? Подливку потом съесть. Поднимай ее, пусть она. Пусть она. Поднимай. Да, укус. Пусть. Опа. О. О, молодец. Давай. Дай, молодец, леди. Молодец. Ой, молодец. Вот еще, вот. Вика, еще вот сюда раскидай. Молодец. Молодец. Иди сюда. Знаешь, почему она на него смотрит? Потому что он ее с рук кормит. Вот она на него и смотрит. Давай мы с Викой быстро, а то он, если бы... Давай, давай. Давай, давай. Ювеналия нет, тебе никто не даст. Давай, вот видишь, вот видишь. Его нету, она встает. Молодец. Вот так раскидай это. Молодец. Давай, давай. Давай, давай. Сейчас она все равно их пособерет. Да, она, знаешь, даже здесь камера. Вот. Вот, с задней ножки. Молодец, давай. Давай. Давай, моя девочка. Давай, давай. Вот в эту положи. Не, вот эту возьми, Вик. Вот сюда положи, чтобы она видела. Вик. Давай, Вик. Иди сюда. Смотри. Давай, давай. А ты, Вик, иди сюда, посмотри. Давай. Давай. Кушай, педик, кушай. Кушай Педик, иди. Давай. Поднимайся, поднимайся. Немного. Идем. ведь подержи камеру я попробую помочь тебя отсюда можно брать здесь можно здесь покажите покажите как она стоит чуть-чуть помог чуть-чуть обещала на оставила два кусочка эти два кусочки я его за награжу только вот сюда вот сюда и вот сюда надо бедом сок попить и сок остался конечно не мышца внутри шита все видите стояла сама лапа стояла потихонечку потихонечку никто не говорил что быстро все получится всем большое спасибо за просмотр за ваши лайки за ваши комментарии вы нас и психологически и морального сильно поддерживайтесь а мы не сдаемся не отпускаем уроки занимаемся века здесь они здесь именно ли здесь все по чуть-чуть еще раз повторюсь мы вам показываем всего лишь 25 процентов того что есть спасибо удачи всем хорошего дня с праздником еще раз с праздником вас всех добрый день добрый день уважаемые любители футбола и сегодня грандиозное событие финал между шестым боевым а их и пятым пм классом давайте поддержим ребят добрый день и 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 КОНЕЦ О réel КОНЕЦ РАИ Тайюрский с плечом. Страхой, да! 2-1. Забывает армию Страхуны. И сейчас становится. И Страхулин играет за львы. Кабабриеви принимает тач. Принимает тач отводит игрока. Передальше. И второй номер защиты. Тайюрский. Тайюрский с плырами его вводит. Что же будет дольше? Опасный момент. Удар! И два. Стена. Страхулин. Тайюрский. Что же будет дольше? Передача закрывает. И главная задача играет игрока. Ищетка. А будет ищетка в афлангу. Идем в дустроту. Дамир в дустроту. Идем в дустроту. Передача на Юрску. Тайюрский по афлангу. Впереди на поле. Брата Юрский по афлангу. Буквейл задать. Удар! Тайюрский по афлангу. Тайюрский по афлангу. Тайюрский по афлангу. Садевает в дустроту. Сидиалов! Сидиалов! Тайюрский по афлангу. Субтитры создавал DimaTorzok